Внимание для жителей правого берега! В магазине сантехники Аква Плюс в торговом центре планета на улице Вокзальная 8Б большое поступление душевых кабин, санфаянса, смесителей, полиэтиленовых труб, инженерной сантехники. И, конечно, все это вы можете приобрести и по адресу строительный рынок Элегант Падун, 6-й павильон. Это прихожая, это кухня, это спальня, это детская, это шкаф-купе, это различная офисная мебель, это межкомнатные купейные двери, а это нестандартная планировка. Думаете, не обставим? Еще как обставим! Отелье «Мебели Вектор» любая корпусная и встраиваемая мебель под заказ. Отелье «Мебели Вектор» мы обставим всех! Принимаем сбережения граждан под 35% годовых. Все сбережения застрахованы. Телефон 41-31-11. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Свадьба, юбилей, банкет, вечеринка, день рождения. Открыто для вас всегда и по любому поводу. Ресторан «Азия». Большая порция вкусного удовольствия. Улица Кирова, 14. Телефон 41-59-49. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» объявляют о начале нового городского конкурса любительской фотографии «Усы, лапы и хвост». Белые, черные, рыжие, в полоску. Породистые и не очень. Пушистые, мягкие, теплые котики. С 22 апреля размещайте на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру забавные фотографии своих любимцев. Особо милые и фотогеничные будут награждены призами. Смотрите сегодня в новостях. Скидки для ветеранов. Для пожилых людей ко дню победы Комитет развития администрации города проводит особую акцию. Почтить память солдат. Бессмертный полк продолжает формирование особой колонны. Сегодня руководство футбольного клуба «Сибиряк» провело пресс-конференцию. С какими проблемами столкнулся клуб перед началом сезона, узнаете далее в выпуске. Братские ветераны до середины мая смогут воспользоваться скидками на услуги городских предприятий. Ко дню победы Комитет экономического развития администрации города проводит соответствующую акцию. Спецок организации участников акции можно найти на сайте городской администрации. Его адрес сейчас на ваших экранах. По сообщению при службе местного Белого дома до 15 мая ветераны Великой Отечественной войны получат скидки на ремонт бытовой техники и телерадиоаппаратуры, кроме той, что уже снята с производства. Также на ремонт обуви, часов, одежды, парикмахерские и другие услуги. Так, к примеру, в ряде парикмахерских ветеранов будут стричь бесплатно, а в одной из мастерских скидка на ремонт телевизоров составит 50%. В Братске в следующем году может появиться муниципальный дорожный фонд. Формироваться он будет из акцизов на нефтепродукты. По предварительным расчетам Братску достанется всего 22 миллиона. Это крайне маленькая сумма, говорят специалисты. К тому же пока неизвестно, останется ли финансирование из областного дорожного фонда. Однако на помощь рассчитывают. Кстати, изменения не повлияют на повышение цены на бензин. Расписание и стоимость проезда в местных электричках теперь можно будет узнать в интернете. Байкальская пассажирская компания накануне запустила обновленную версию собственного сайта. Его адрес сейчас на ваших экранах. Для того, чтобы узнать расписание того или иного пригородного поезда, достаточно ввести название начальной и конечной станции в специальных полях. На некоторых маршрутах отображается и цена за билет. Среди особенностей также привязка станции к карте. Добавим, что в списке пунктов посадки присутствует и станция Анзеби, которую в будущем планируют закрыть для поездов дальнего следования. Электрички же продолжат здесь останавливаться, несмотря на закрытие. Мода на фотографию возобновилась вновь пару лет назад. Сегодня практически у каждого второго брачанина есть фотоаппарат, профессиональный или полупрофессиональный. Чаще всего эти люди после нескольких удачных фотосъемок начинают называть себя профессионалами. Ну вот так. Так, все, свет у нас есть, хорошо. Евгений Мирошниченко не расстается с фотоаппаратом уже несколько лет. Молодой фотограф снимает для себя и на заказ. Однако профессионалом он себя считает только в умении зарабатывать деньги фотографией. А вот мастером с большой буквы назвать себя пока не может. Тем не менее, к новоявленным, необразованным фотографам относятся скептически. Фототехника стала резко очень доступной и отпала необходимость проявления пленки, печати фотографий, фотолабораторий. Когда не то, что недоступность фототехники, когда сам процесс был намного сложнее, чем сейчас. А вот когда ты сфотографировал на флешку, вставил в ноутбук, вот у тебя фотография, ну вот многие, к сожалению, думают, что все, теперь больше ему ничего не знать, не уметь не нужно. Между тем, чтобы хоть на шаг приблизиться к профессии фотограф, нужно разобраться во многих тонкостях. Книги и обучающие видео, конечно, помогут. Однако неплохо обратиться за помощью и к разбирающимся в этом знакомым. Или записаться в фотошколу. Кстати, такая недавно открылась и в Братске, на базе православной гимназии имени святителя Иннокентия. До ноября участникам предстоит разобраться в основах и попробовать себя в разных жанрах фотографии. Нам нужно будет изучить строение фотоаппарата, основные понятия освоить, что такое выдержка, диафрагма, для чего все это нужно, как это влияет на экспозицию. Композицию нужно будет тоже изучить. А еще познакомиться с графическими редакторами. Мало хорошо сфотографировать, надо еще и грамотно обработать фото, говорят профессионалы. Мы попросили еще одного братского фотографа Павла Шевского помочь нам отредактировать фотографию. За объект взяли качели во дворе. Вот эта качель, она получится супер. Почему? Мне так кажется, сложно объяснить. Проще посмотреть на результат. На обработку ушло около 15 минут. На первый взгляд, все просто и быстро. Мы спросили мнение фотографа с большим стажем Александра Селивончика. Кто сделал это фото? Профессионал или любитель? Профи вынес вердикт. Фото делал далеко не новичок. Обычный человек не сделает, если он не разбирается в фотошопе. А если человек сфотографировал и знает фотошоп, то здесь фантазии очень много и безграничная фантазия. То есть, что хочешь, то и можешь добиться. Останавливаться на месте нельзя и никак не получится. Если хочешь добиться чего-то, надо учиться, учиться. Еще раз учиться, как говорил наш Ленин. Стать фотографом за год, а тем более за месяц, невозможно. Искусство фотографии изучают годами. Поэтому профессионалы советуют, не пытайтесь сразу заработать на этом деле денег, как любят делать новички. Снимайте хотя бы первый год для себя и используйте фотоаппарат по назначению. Запечатлевайте свои самые важные моменты жизни. Фотоаппарат-то тебе, дяденька или тетенька, нужен для того, чтобы запечатлевать свою семью. Это для тебя ценно. Зачем ты полезешь снимать за 3-5 тысяч какую-то свадьбу и плохо, ее снимешь, на самом деле не получится у тебя. Даже никто не пробует. А вот хорошо сфотографировать свою внучку или там свою кошку или своих детей, вот это для тебя ценно. Потому что через 10-20 лет твоя внучка будет смотреть именно эти фотографии. И неплохо там сфотографируют и твой свадьбу. Влада Анцупова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город». Это прихожая. Это кухня. Это спальня. Это детская. Это шкаф-купе. Это различная офисная мебель. Это межкомнатные купейные двери. А это нестандартная планировка. Думаете, не обставим? Еще как обставим. Отелье «Мебели Вектор». Любая корпусная и встраиваемая мебель под заказ. Отелье «Мебели Вектор». Мы обставим всех. Внимание всем! Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 413111. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Свадьба, юбилей, банкет, вечеринка, день рождения. Открыто для вас всегда и по любому поводу. Ресторан «Азия». Большая порция вкусного удовольствия. Улица Кирова, 14. Телефон 415949. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» объявляют о начале нового городского конкурса любительской фотографии. Усы, лапы и хвост. Белые, черные, рыжие в полоску. Породистые и не очень. Пушистые, мягкие, теплые котики. С 22 апреля размещайте на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру забавные фотографии своих любимцев. Особо милые и фотогеничные будут награждены призами. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом частном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, кем будут гордиться. Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память. Ко дню победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Победительница конкурса «Мисс Самофот» сегодня забрала главный приз. Напомним, месяц назад сотни участниц боролись за современный iPad и подарки от наших спонсоров. Девушки волновались и даже не спали ночами, агитируя своих друзей голосовать за фотографии. Заметим, что главный приз от телекомпании «Город», газеты «Горожане» и «Радио Сибирь» встретился со своей обладательницей только сегодня. Девушка просто не могла забрать подарок раньше. Говорит, до сих пор не верит, что стала первой. Я случайно добавила свою фотографию на сайт. Я, честно говоря, не думала, что я выиграю просто так ради интереса. Ну почему-то насчет жюри я надеялась на жюри. И не зря надеялась. Айкуи обещала на одной победе не останавливаться. Раз удача улыбнулась один раз, значит улыбнется еще. Почетная акция «Бессмертный полк» продолжает формирование особой колонны. В день Великой Победы по улицам Братска пройдет колонна с портретами брачан-ветеранов, которые не дожили до сегодняшних дней. Если и в вашей семье есть такие ветераны, расскажите о них. Чтобы принять участие в акции, нужно изготовить транспарант с фотографией вашего родственника. Внизу обязательно укажите фамилию, имя и звание вашего ветерана. Если изготовить транспарант своими силами не получается, мы готовы помочь вам. Нужно обратиться в редакцию телекомпании «Город» на Южную 17В. Мы примем заказ и изготовим вам вот такой легкий пластиковый транспарант, устойчивый к непогоде, и вы можете с ним прийти не один год на построение «Бессмертного полка». Сбор колонны «Бессмертного полка» состоится 9 мая в 10.30 утра напротив памятника Владимиру Ленину. Напоминаем, что подать заявку на изготовление транспаранта можно не позднее этой недели. Стоимость изготовления – 250 рублей. Все вопросы можно задать координатору по телефону, который вы видите на своем экране. Они уверены, большая сцена еще впереди. Нужно всего лишь приложить усилия. Молодежная рок-группа «Линия Бро» записывает дебютный альбом. В музыкальных кругах запись альбома – настоящее событие. Тем более, не каждый музыкальный коллектив может похвастаться качественным звуком. Записываться в «Браске» ребята не хотят. Хорошей студии звукозаписи в городе нет. Собираются отправиться в Новосибирск или Красноярск уже этим летом. Вот только запись альбома стоит немало. Сейчас ребята открыли свой проект на краудфайдинговом сайте. Boomstarter.ru Возможно, именно он поможет собрать нужную сумму денег не только для этой группы. Люди выкладывают на сайт свои проекты. Это может быть и музыка, может быть и строительство, и съемки фильмов, и благотворительность. Опять же, практически все, что угодно связано с какой-то деятельностью. То есть люди выкладывают на этот сайт проекты свои. Соответственно, они проходят модерацию, смотрится, насколько проект этот серьезный. Дальше больше. Этот сайт не только возможность показать себя, но и хороший шанс собрать деньги на реализацию своего проекта. И существует спонсорская помощь, так сказать, с миру по нитке. Кстати, ребята надеются, что не останутся незамеченными. Говорят, «Браск» должен услышать качественную музыку. Впереди 8 дней полноценных тренировок. Игроки «Братского Сибиряка» вернулись с тренировочных сборов, которые проводили в Краснодарском крае. Теперь готовятся к продолжению чемпионата России в восточной зоне 2-го дивизиона. Будут на родном поле стадиона «Металлург». Наполеоновских планов на оставшиеся игры не строят. Главное – показать хорошую игру дома, заявило руководство клуба на сегодняшней пресс-конференции. А еще добавило – денег на будущий чемпионат у клуба нет. Во всяком случае, пока. В ближайшее время «Сибиряк» должен пройти аттестацию. Все документы готовы. Все, кроме справки о финансировании. Если вопрос с деньгами не решится до конца мая, «Бутцы» можно будет смело ставить на полку. Клубы должны все пройти аттестацию и формирует уже календарь игр. Если брать по опыту прошлого года, вы помните, что мы сыграли 10 июня, уже в июле мы начинали следующий сезон. И там в последние дни решалось, кто будет, кто не будет играть. Там было 2-3 варианта календаря игр. То есть, какие команды там… Тоже команд были проблемы. И там все решалось в последние дни. Вопрос с финансированием зависит от городских депутатов. В ближайшее время они должны пересмотреть городской бюджет и выделить или не выделить деньги на «Сибиряк». Нужно минимум 12 миллионов рублей. Как бы то ни было, но нынешний чемпионат команда доиграет. Сейчас «Сибиряк» в чемпионате России занимает 9-е место из 11 возможных. Помочь команде подняться выше в турнирные таблицы должны новички. Нападающий Вячеслав Нурмагомбетов уже отличился на сборах. На его счету пока одно взятие ворот. Игры в Братске должны в полной мере раскрыть потенциал игрока перед местными болельщиками. С каждым матчем все лучше, лучше становится понимание, как ребята действуют, как играют, у кого какие стороны сильнее. Ну, в принципе, и работа здесь. Прошедшие сборы в Краснодарском крае тренерский штаб оценил на твердую «семерку» по десятибальной шкале. Всего команда провела пять матчей. Два первых выиграла, три последующих проиграла. Выездные тренировки прошли не совсем так, как планировалось. Граничный состав футболистов и плюс незапланированные травмы, которые мы получили буквально в первую неделю. Остаток игр мы проводили уже не в оптимальном составе. Если первые два матча мы сыграли относительно тот состав, который наигрывался и который должен выступать в чемпионате России, то в последующем волей-неволей пришлось делать перестановки. В Сибиряке, говорят, к чемпионату России все футболисты придут в норму. И, скорее всего, никаких перестановок в первых играх чемпионата делать не придется. Несмотря на то, что первые игры после перерыва в первенстве страны станут для брачан настоящим испытанием на прочность. Начало нового сезона для Сибиряка выдастся непростым. Чемпионат на востоке второго дивизиона продолжится 22 апреля. И первые три матча наша команда проведет на выезде у себя дома. Сибиряк-брачане увидят только 9 мая. Наша команда на стадионе «Металлург» примет Сахалин. Андрей Васильев, Руслан Сидорович, телекомпания «Город». Где-то положительно, где-то отрицательно. Интересные положительные моменты в работе. Для связки слов некоторые раз. А в жизни отрицательно. Плохо. Почему? Это связка слов. Почему плохо? Ну, некрасиво, скажем так. Неприятно слышать. Как же отечественному человеку выражать свои эмоции, например? Так и выражаю. Хотя, ну, некрасиво, честно. Сейчас вообще культуры нет. Вообще нет. Что сейчас? Показывают по телевизору. На улице идет молодая девушка, 20 лет, через слово мат. Надо их штрафовать, я считаю, средства массовой информации. А то у нас показывают, сидят там на работе, пьют. Ну, в фильмах показывают же, показывают. Курят все сплошь. И матерятся. И матерятся. Сейчас же вводят штрафы. За лексикон. Думаете, штраф помогут? Поможет, конечно. Помогло же пиво пить где-то в общественных местах, не пить пиво. Ну, ничего, пьют еще? Ну, все равно уже как-то воздерживаются от питья. А как вы думаете, стоит ли штрафовать за употребление мата в общественных местах? Ну, раньше же как? Мы играли же, бросали там по рублю, кто сматерится, по 10 рублей. Ну, может быть, и можно. Насколько надо штрафовать человека, чтобы он не матерился никогда больше в общественных местах? Да нет, наверное, навряд ли. Как гаишники штрафуют за нарушение бесполезно, так и тут. То есть ничего не изменится? Нет, не изменится. Скажите, пожалуйста, как вы к русскому мату относитесь? Нормально. Матеряться – это вопрос воспитания, в первую очередь. Во-вторых, нет, я не буду об этом говорить. Но было так принято среди руководителей нынешних сейчас. Принято, да, считается на планерке, в порядке вещей. А как отучить людей материться русских? А как их отучить? Если они уже привыкли. У меня тоже бывает иногда. А вот стыдно после этого, когда вы что-нибудь произнесете? Конечно. Все-таки как-то за душу хватает. Отучить человека можно. А как? А как? А вот ставить перед ним вот такую задачу. Например, мой внук женился, и жена его мат не выпускала, как говорится, изо рта. Мы все возмущались, а он сказал ей. Будешь материться, будешь петь, жить не буду, выгоню. И все дела. Нельзя материться. Человека нельзя обижать. Ага. Так а если все вот так считают? Вы не первые говорите, что плохая вещь. А почему тогда все матерятся? Ну, судьба такая, наверное, у людей. Кратко, но емко. Но, конечно, плоховато. Понимаете? Одним словом все сказано. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к русскому мату? Ну, негативно. Негативно. А как думаете, стоит ли штрафовать людей, которые употребляют матерную славу? Возможно. Думаете, поможет? Надеюсь. А почему у нас люди матерятся? Жизнь такая. Внимание для жителей правого берега. В магазине сантехники Аква Плюс в торговом центре планета на улице Вокзальная 8Б большое поступление душевых кабин, санфаянса, смесителей, полиэтиленовых труб, инженерной сантехники. И, конечно, все это вы можете приобрести и по адресу строительный рынок «Элегант Падун», 6-й павильон. Принимаем сбережения граждан под 35% годовых. Все сбережения застрахованы. Телефон 41-31-11. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Свадьба, юбилей, банкет, вечеринка, день рождения. Открыто для вас всегда и по любому поводу. Ресторан «Азия». Большая порция вкусного удовольствия. Улица Кирова, 14. Телефон 4159-49. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» объявляют о начале нового городского конкурса любительской фотографии. Усы, лапы и хвост. Белые, черные, рыжие, в полоску. Породистые и не очень. Пушистые, мягкие, теплые котики. С 22 апреля размещайте на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру забавные фотографии своих любимцев. Особо милые и фотогеничные будут награждены призами. По сообщению синоптиков, во вторник в Братске облачно, небольшой снег. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 7, минус 3. Днем минус 1, 0 градусов. В среду в Братске мало облачно, без осадков. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 9, минус 2. Днем минус 8, 0 градусов. Это прихожая. Это кухня. Это спальня. Это детская. Это шкаф-купе. Это различная офисная мебель. Это межкомнатные купейные двери. А это нестандартная планировка. Думаете, не обставим? Еще как обставим. Отелье мебели «Вектор». Любая корпусная и встраиваемая мебель под заказ. Отелье мебели «Вектор». Мы обставим всех. Внимание всем. Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 413111. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» объявляют о начале нового городского конкурса любительской фотографии. Усы, лапы и хвост. Белые, черные, рыжие в полоску. Породистые и не очень. Пушистые, мягкие, теплые котики. С 22 апреля размещайте на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру Забавные фотографии своих любимцев. Особо милые и фотогеничные будут награждены призами. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом частном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, кем будут гордиться. Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память. Ко дню победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok